В Малмыже 27-летний молодой человек пытался убить участкового. Он находился при исполнении и беседовал с ранее судимым парнем. Однако тот повел себя неадекватно и бритвой порезал шею полицейского. Кадр из места преступления в рубрике «Сводка». Все произошло 3 сентября в Малмыже на улице Комсомольской. 27-летнему жителю района надоело слушать участкового, и он порезал ему шею, а затем скрылся. Полицейскому оказали медицинскую помощь, а подозреваемого нашли и задержали. Следователи возбудили уголовное дело по 317-й статье «Это посягательство на жизнь полицейского». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения нападавшему. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. В Новятске столкнулись две машины и мотоцикл. Авария произошла 3 сентября в 19.25 напротив дома 113 по улице Советской. По предварительным данным, 63-летний водитель «Волги» неудачно развернулся. В это время в него врезался попутный мотоцикл «Кавасаки». После удара байк откинуло на припаркованную 14-ю. В итоге 34-летний мотоциклист получил травмы, медики оказали мужчине помощь. 3 сентября на улице Упита произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, 42-летний водитель «Газели» наехал на 13-летнюю девочку. Пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал. Пострадавшая получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. Участник ДТП с двумя автомобилями разыскивает очевидцев происшествия на улице Трактовой. По словам мужчины, в него врезалась Нива с пьяным водителем. После удара виновник происшествия скрылся. Очевидцев этой аварии просьба обратиться в полицию. На трассе Киров-Котельнич рядом с рекой Малома не справился с управлением, водитель фуры. Машина перевернулась, информация пострадавших уточняется. Полицейские разыскивают грабителя. 24 июля в 6 утра у дома номер 1 по улице Производственной мужчина угрожал, а потом и похитил телефон у девушки. Предполагаемого злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Его приметы на вид 30-35 лет, среднего телосложения, на левом предплечье татуировка. Был одет в майку темного цвета, штаны темного цвета, обувь темного цвета, на светлой подошве. Информацию можно сообщить по телефону 8 999 125 41 56 60 20. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.